И мы продолжаем наш выпуск. Итак, вслед за китайскими туристами в Карелию все активнее приходят китайские инвесторы. Бизнес КНР уже вложился в строительство двух ГЭС на реке Кем, проинвестировав 25% белопорожских гидроэлектростанций. Сегодня Карелия презентовала в торгово-промышленной палате свой экономический потенциал до 70% российской форели. Они выращивают именно там, а еще четверть железной рыбы и 18% всей бумаги. Причем промышленности и сельское хозяйство далеко не единственное, чем может похвастаться регион. Улучшаем качество дорог, у нас это неплохо получается. Мы сегодня активно развиваем железнодорожные сообщения между Карелией и Санкт-Петербургом и Москвой. Запустили скоростные поезда, что сразу сказалось на туристическую привлекательность республики Карелия. Мы сегодня активно занимаемся развитием аэропорта республики Карелия. О привлекательности инвестиций в Карелию говорит рост индекса производства. За первые 8 месяцев года он превысил средний российский уровень. Традиционный сегмент дохода, лесопереработка, так в регион инвестирует АФК-система. За три года вложения ее дочки Сигежи Групп выросли в 11 раз до 10 миллиардов рублей. Один из ключевых проектов это модернизация Сигежского ЦБК, который мы планируем закончить в конце 17-го, начало 18-го года. Мы проинвестируем порядка 14 миллиардов рублей. Кроме этого у нас реализуется еще несколько инвестиционных проектов. В частности мы обновили парк лесозаготовительной, лесовозной техники. Создали новое высокотехнологичное производство. Создали новое высокотехнологичное производство.